По телевидению различные каналы пускают довольно часто в эфир выпуски передач о неземных цивилизациях, странных артефактах и о древних, высокоразвитых цивилизациях. Хотя никто ни разу не предъявил даже алюминиевого или титанового предмета, принадлежащего этой якобы развитой древней цивилизации. Хотя признаком высокого развития какой-либо цивилизации является использование технологичных материалов. Алюминия, титана, редкоземельных элементов. Никаких таких артефактов, кроме вещей из золота, серебра, платины, камня, ни разу нигде не демонстрировалось. Этот артефакт интересен тем, что он демонстрирует высокотехнологичный материал на режущей кромке. Артефакт предоставил известный ножевой мастер Анатолий Иванович Ураков. Он найден на поле битвы в культурном слое V-X века в Удмуртии, недалеко от села Аполлом. Археологическая культура, которого достаточно известна, и описана археологами и историками. Похож на обломок переднего конца мяча. Самая интересная его особенность в том, что на лезвии нержавейка, содержащая по данным анализам, почти 12% хрома. То есть откуда в древнем мяче могли взять такую нержавейку? Вот это выдержка из результатов рентгена электронного анализа в Уральском отделении Академии наук. Было несколько образцов на анализе. Конкретно мяч имеет в режущей кромке 78% железа, хрома 11,5%, кальция 9% и углерода 1,5%. Подписано заключение старшим научным сотрудником физико-технического института Уральского отделения Российской Академии наук Канунниковой ОМ. Очень интересная поверхность в режущей кромке. Она имеет мелкие следы кипения металла. Эта хромистая сталь пузырилась. Эта сталь пузырилась, когда она преодолевала атмосферу, падая из космического пространства. Мог быть очень высокотемпературный разогрев. И это следы какого-то высокотемпературного разогрева во время каких-то физических событий, происходивших с этим артефактом. То есть я не исключаю, что этот артефакт упал с неба. Возможно, в составе какого-то изделия. Анатолий Иванович демонстрирует и другие артефакты, найденные на этом поле. На все вопросы Анатолий Иванович ответит 2 ноября в Сокольниках на выставке «Клинок» 12 часов дня на своем стенде. Приглашаются все желающие, заинтересованные эксперты и специалисты.